Добрый рано, добрый день и добрый вечер в Шетке. Вы на канале Словенчина по-нашему, меня зовут Илья. И сегодня будет необычная лекция изучения словацкого языка, точнее его применения в реальной жизни. Для этого нам потребуется подписаться на канал, подписаться на Телеграм и выучить одну тему – компарация-адъектив. Это предметники, прилагательные. Вы их уже встречали в третьей лекции А1 адъектива. Добрый, злый, модерный, немодерный и так дальше. В книге А2 вы можете встретить компарацию, то есть сравнение адъектив. Кому интересно, это третья лекция А2. Скоро мы до нее тоже дойдем. Но сегодня она только одна нам понадобится. Как мы будем ее применять? Это только первая часть сегодняшней лекции. Дальше мы будем гулять по городу, по городам. Сегодня будем применять все на практике. Не только смотреть в книгу и смотреть грамматику. Как создавать эти компарации? Они нам нужны для более точного описания своих эмоций, своих чувств, того, что вам нравится, не нравится, сравнения и так далее. Всего две формы и исключения. Исключений немного, это в основном все, еще несколько может быть, но к ним чуть позже. Давайте разберем компарацию и пойдем сразу погуляем по городам. Две формы существуют. Первая-вторая, первая простая, вторая посложнее. В чем эта сложность, в чем эта простота? Если мы берем первую форму, мы смотрим на само слово и вторую так же. Это правильная форма, можно так сказать. Если мы видим, что прилагательная, новая, новая, имеет одну согласную, приголосную, то мы добавим короткую форму дальше. Если согласная, согласных две, вот лацный, cn, мы добавим и форму длиннее. Зачем это нужно? Чтобы не было слишком много подряд согласных букв, приголосных. Чтобы каждая согласная имела свою гласную, голосну. Для того, чтобы это сделать, нам нужно к прилагательному, новый, например, добавить окончание щи. Но при этом мы не можем сказать новий щи. Мы должны убрать как раз вот этот ипсилон. То есть мы должны сократить прилагательное для того, чтобы звучало лучше. То есть у нас получается новщий. Это сложная, самая сложная часть из всего этого сравнения. То есть если мы хотим делать компаратив, сравнение, самое сложное, то вот это вторая часть, где у нас идет от позитива на компаратив. Третья часть абсолютно легкая. Мы просто добавим най. Най – это самый. Или с украинского най. Найгирший, налипший и так дальше. Найновщий. Мы видим, что новщий остается, и най у нас просто добавляется. То есть просто так най не говорят они. Это просто самый. Но какой-то должно быть самый какой-то. То есть должно быть прилагательное. Дальше. Найновщий. Найновщия. Найновщия. Замечайте окончание. Найновщий. 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 Средний род. Насчет второй группы. Она мало чем отличается. То есть мы тоже видим тот же принцип. Эй, щи, эй, щи. Ну просто видите, у нас эй добавляется. Не просто так щи, а эй, щи. Как мы это узнаем? Мы смотрим на количество согласных. Их две. Ц, н. Здесь мы скажем лацнщий. Уже неудобно будет. Вы сами это услышите. Поэтому мы скажем лацнейщий. Вот это эй у нас будет этим соединителем между окончанием. Щи, щи, ащие. Абсолютно теми же окончаниями, что и здесь. Мы видели. Но здесь у нас длинная форма. Чтобы мягче говорилось, чтобы язык оставался мягким и ксловацким, таким является, мы добавляем эй щи. Смотрим лацнейщий, лацнейщая и лацнейщие. Дальше. Насчет исключений. Их немного, но их нужно запомнить. Часто с ними бывают ошибки, особенно вот пэкный. Малый бывает тоже злый. Смотрим. Сразу запомните такие два окончания, которые здесь не выделяются, но их достаточно легко можно запомнить. То есть ки или о ки. Они всегда превращаются на какое-то что-то шипящее. То есть обычно там щи остается, вот это вот ш. И с должным по ситуации. То есть понятно, если это мужской род, то будет щи, щия, это женский, и щие, это средний. Понятно. Если мы встречаем это, то мы получаем чашки, мы не скажем чажейщий или тяжкейщий как-то по-другому, мы скажем тяжщий. То есть полностью это ки, оно будет уходить. Широкий тоже самое, щирщий. Низкий, низ, у нас корень остается. Вис, корень остается. То есть корень у нас не висок, не висо, именно вис. Остальное окончание у нас уходит. И у нас добавляется вот это ш. То есть вис. Пусть вас не удивляет, что здесь две ш. Такое бывает. То есть чтобы, чтобы висши, да, висши становится. Две ши становятся, это уже особенность этого склонения. Но по сути, предыдущая буква, если она не мягкая, то есть имеет мягкий аналог, но она не мягкая, то есть с, например. И при постановке на сравнение, на компаратив, мы ее смягчаем тоже. То есть мы добавляем вот это щи, но при этом вот с, она должна смягчиться. То же самое зе. Она имеет мягкий аналог. Зе, же. Тот же смысл. То есть если вы хотите правильно просклонять, желательно убедиться, что это не относится к первой и второй группе, и потом уже смотреть на детали. То есть какие там окончания, вот такие, окей. Потом. То же самое, что в украинском очень похоже. Добрый. Мы можем сказать добрый щи. Но это не совсем будет то, что вы хотите сказать. То есть это характер может быть, если вы сравните двух людей, например. Он е добрый, то есть конкретно хороший. То есть добрый в смысле. Не просто так. Он там хорошо выглядит, да? Он хорошая машина или хороший предмет какой-то. Хороший человек. А именно добрый. То есть у них слово добрый и добрый, kind, если с английского, да? Это именно добрый. У них бы склоняться как добрейший. Есть такое. И найдобрейший. Но лепший — это лучше. Лепший — то же самое. Мы можем сказать добрый, лепший, найлепший. То есть мы не скажем найдобрейший, да? Когда мы сравниваем какие-то предметы. Этот хороший, а этот лучше. То есть уже мы меняем. Мы немножко хорошие, да? Добрейшие. То есть мы скажем лепший, найлепший. То же самое, например, малый, меньший, найменший или вот злый, горщий, да? Мы не скажем злиший. Тоже. Это черта характера будет. Злый — злиший или злой — злее. Это опять же характер. То есть злой, злый и злый. И то, это может значить как злой и как плохой. От того, какой контекст, мы будем уже выбирать перевод. Но если у нас просто там злый, злый день, то понятно, он не злой. Он просто плохой. То есть злый день, завтра будет горщий день. Або позавтра будет найгорщий день. Або будет прыщать, будет зима, а так далее. Потом низкий, нижний, найнижший, высокий, вищий, найвищий, добрый, лепший, найлепший, злый, горщий, найгорщий, малый, меньший, найменший, велкий, вечий, найвечий. Замечаем, как пишем. В пишем, а дальше у нас все идет с каким-то символом. А двойботка. Ч — мягкая, Ш — мягкая и с должем. Вечий. Если мы делаем Вечий, а дифтонг, то уже понятно, у нас не будет этого должня. То есть, мы сразу делаем дифтонг, в нем, в основном в словасских словах дифтонг, в нем не бывает должня. В нем должен может быть, но обычно не бывает в словасских словах. Если это запожичанное слово, то есть не словацкое, то может быть. Так, дальше. Пекний, краще, наикраще. Смотрим. Возможно, вы слышали пекнейший или сами использовали. Это не то, чтобы неправильно, но это неграмматически правильно. Так вы можете услышать в каких-то регионах, на границе, где, ну, красившие вы тоже слышали, скорее всего, когда-то. Поэтому это, ну, вас поймут, но это будет неправильно сказано. Так что лучше использовать красный, краще, наикраще. Все остальные будут неправильные склонения. То есть, добрые, злые запомнили, это может быть черта характера, добрые ищи. Найдобрые ищи тоже, злые ищи тоже. Злые у вас как бы уже две стоят, злые ищи, найзлые ищи тоже. А остальные по правилам сравнения обычных. Так, и зачем все нам это нужно? сегодня мы прогуляемся по трем городам. Возможно, вы уже знаете об этой функции, я думаю, вы пользовались поисковиком Google, и у них есть такая вкладка карты. Кто не знает, пожалуйста. Сегодня посмотрим, погуляем, немного расскажу о городах. То есть, вы ищите город, нажимаете карты и приближаете. если вы живете в городе, я думаю, вы узнаете свои места. Также можете в комментариях написать, кто с какого города. Может быть, погуляем по другим городам тоже. Итак, давайте пойдем на намысте в Кошицах. Зачем я выбрал эту тему и как ее использовать в словацком языке для изучения словацкого языка? Если вы идете по улице, то есть, вы наблюдаете какие-то действия, какие-то основные какие-то моменты, то есть, погода, людей, здания. Например, идете по улице, смотрите, что ресторан какой-то, смотрите меню, то есть, вы читаете, вы поглощаете информацию. Но, как теперь мы можем использовать это для более быстрого развития? Смотрим. Например, просто идем по городу, и вот остановились вы здесь. Вам нравится этот вид. открываем в голове окно. Да, можете себе в голове описывать. И начинаем. Где сам? Сам в месте кощице. и тоже кощице это не место е кощице, а су. То есть, место совола кощице, можно так сказать, но сами кощице, они склоняются как множественное число, то есть, это плурал, деклинация. Так, татры тоже мы не скажем татра, мы все время говорим татри, су. Кошице тоже самое, кощице, су. Итак, сом вместе кощице или сом в в ком в чем, возьмем локал кощи циях. Сом в кощи циях. Где сте? Туя улица писана ай, туя улица писана я на главной улице, как мы скажем. Можете про голове проговаривать, потом я буду писать и то же самое дублировать по-словацки. Сом на главной улицы. Кэть позрямэссі на небо, небо ясне. Дяле, чо видіме ешчэ? Видіме тут доми. Веля домов. Попішті їх. Клюдні дайте на паузу видео, а попишите те доми. То есть опишите дома, которые вы видите сейчас. Что вы еще видите? Не только дома, то есть можете далее посмотреть. Поздавьте на паузу. Например, я вижу, я видим. Можете с акцентом, как хотите, тут я вас не ограничиваю. То есть я видим, если вам легче, или видим просто. Просто так вам не обязательно говорить акцент. Я думаю, это уже поняли. Также видим тут белый дом, видим тут следующий белый дом, светло-модрый дом, потом светло-зеленую будову теж, а так дали. Тут близко или найближче, используем компаратив, видим желто- бежевый дом, либо желто-бежевую будову. Теперь идем к деталям. Мы можем посмотреть конкретно что имеет этот дом. Колко посходима дом? Или будова? Будова ма две посходия. Почему две? Потому что слово посходия какой род? Средний. Посходия средний род. То есть для нас это две посходия. раз, два. Но применяя свои знания словаки это приземия. Это не первый этаж, а это первый этаж. Также приземия это посходия, которое еще не первое. Это нуловое посходие. можете так поведать. А наш второй этаж у пресловаков есть первое посходие. Опять же первое посходие. возможно сокращение ПСХ вы видели. Хорошо. Чего я сейчас? Сейчас есть день. Есть день. Есть ясно. Почасе, небо ясное. А правдеподобнее лето. Почему лето? Либо тут есть пани, которая облечена зеленая или тречка, или ничего. Сейчас увидим ближе. А целково не снег. Стромы зеленые. Видим тут два стромы. Можете описывать это. Видим лавички, сцену, а там далее видим костол. Или дом. Еще не въемы, либо можно первой крат костол. Пойдем и делай. Идем и делай. Это главная улица в костол. А тут есть много интересных мест. Гнеться вспоминать, ако савула то, что тут дает. Это не торговись к средний род. не я к торговись к глобу простит торг. Торг торговись к напишу оба слова. Торговись к это целая какая-то ваша может ваша может не ваша то есть ярмарка какая-то где продаются разные абсолютно вещи. То есть у них нет такого как конкретно что-то как обход да тоже обход это магазин но что там продается уже может быть по-разному называться здесь торговись коньяк их можно таких традичных вэци суту кощики то совола стан на приклад палатка как эта палатка может быть как такая вот для продавцов а может быть палатка вот так наземная такая стан то есть тут открывается потом часа продавая продайцы так продавая розны потреби которые с можно традиционной вырубить вырубки с кожей с кошек вырубить нечего с что-то может с пластом нечего быть так то есть приближим но что и лучше но перники сут перники пряники то что не к на рамки потом не как бижутерия а либо можно а ничего и драк еще сут выруб здрава конкретно там уже прийти ближе посмотрите что там есть а так далее потом а то за с дом и а посмотрите с и тут сидит муж который че роби рано на ком на локал на гитаре потом правдеподобно тут лекарь лекарь вспоминаем лодь проверочное слово да арень идем идем далее лекарь я не к ну то решта рация наприклад а к са волата то решта рация а лэб че это решта рация ето цукраринь фонтан так же не это решта рация ето еден муж который правдеподобно чак на объединавку а поки он чак идем оси позреть дзялы че ето тут нахадзе штатное дивадло гнедь вам повем е аксте там уж боле така севетя же е пекне а е таке утулне приемне доис квалетне представение султан так и стату видимая че-то квэти квэти су ружево бело фиаловое как мы все эти слова напишем давайте скажу напишу покажу давайте так ну так же когда мы пишем цвета я думаю вы это помните с пятой лекции а1 если у нас один цвет например чер червенный ничего сложного да но только у нас появляется второй цвет мы должны добавить дефис и немножко изменить слово например червенно если три цвета мы говорим да червенно ружево ружево фиа ло почему вы возьмем давайте потому что мы хотим сказать квэти червенно ружево фиаловое квэти тут как раз почему остановил потому что если у нас один цвет червенно ружево по сути по сути по сути нам не обязательно ставить этот дефис смотрим а1 тоже я хотел вам показать третья лекция а1 эти все прилагательные которые вы можете проверить на себе тоже с компаративом то есть берем то есть берем любое слово отсюда любом любой рот берем помалый это будет помалый а либо помалщий как мы это узнаем будет помалщий почему потому что согласно у нас одна идем сюда смотрим помалщий так помалый еще не будет потому что у нас две согласных нужно для этого изменения а вот если рихлы смотрим цг это на не особо интересно нам интересует максимально две последние буквы х г и л то есть рыхлщи вы не скажете сложновато рихлый еще будет нам нужно разделить эти согласные помягче сделать и так дальше можете его практиковать давайте пойдем на пятую лекцию и в этой лекции у вас было такое с цветами смотрим светло-модро например тмаво-модро смотрим червено-ружево мы можем сказать хотел на этом делать акцент червено-ружево-фиалово так мы можем сказать почему потому что у нас идет перечисление цветов и последнее слово цвета будет зависит от какого слова опять же от субстантива от существительного в лайка почему здесь бело-модро-червено в лайка потому что червено в лайка это женский род смотрим здесь так я написал червено-ружево фиаловое кветы почему фиаловое если бы я просто сказал фиаловое это средний род и мы не знаем конкретно это единственное или множественное потому что если мы посмотрим номинатив таблица которую вы уже видели из А1 на канале есть фиаловое это пекне фиаловое это пекне и то и то то есть может быть пекне место фиаловое место например а может быть фиаловое место и вот кветы мы берем кветы это мужской то есть один цветок был бы фиаловый фиаловый квет если мы берем множественное фиаловые квиты так и теперь мы смотрим что у нас здесь червяно-ружево фиалово правильно а вот червяно-ружево мы как должны написать смотрим здесь черно-белый то есть мы должны поставить тоже дефис если мы говорим оттенок цвета смотрите то такие цветы например вот мало темно да мало червяно к этой мы можем так написать то есть от тема с чем отличается написание этого от этого тут у вас два цвета 1 2 здесь у вас оттенок темно-красный ритма вооруживает мало фиалово то есть мы можем соединить так но желательно поставить дефис если вы пишете понятно когда мы просто говорим этого не услышите когда соединяем цвета тоже будьте внимательны не говорите вот в лайка до бела мудра червяно в лайка соединяйте вот это бело мудро червяно два цвета говорите тоже черно-белый последнее слово будет слушаться существительного это мы уже проходили можете посмотреть так пойдем дальше можете себе описать дива дло акцете на прикладе воду и дива дло е тоже помню что дива 2 средний рот то есть когда мы описываем город вы можете просто сидеть на лавочке в городе и смотреть на какие-то предметы и вспоминать его в голове то есть вот например здесь стою и смотрю дива 2 с чего я начну вообще свое какое-то повествование что это средний рот я определю то есть она все дальше у меня пойдет поэкне и велька также вы слышали в элки возможно произношение мягкое ли доступно как твердая л как и мягкая зависимости от региона словаки но твердая л никогда не скажется мягко то есть дива для не будет никогда сказано дива дло может быть детьми хорошо но обычно не говорятся то есть в эльке а кэште бежевое может быть бежевое дива дло и так дальше то все прилагательные которые вы знаете также что еще можно из этого себя закреплять то есть проверять себя смотрим тут идут люди вот например отлично видно людей чё видите на образку на приклад видим ту пана который я облаченный до это увидим меня к целый на актуал зеленая лабошеда нововица белый мобил рюксак мудру щелтовку тоже самое все слова у вас здесь есть в этой же лекции 5 у вас здесь есть чапка щелтовка это кепка нога вице брюки какие-то джинсы чё там и мало зеленая мама зеленый так дальше смешаем цвета пойдем дальше покажется немного походили то и главное место в по статье виходу как говорят словаки это столица востока словаки то есть главное место выходу те которые живут на востоке выходняры выходняри выход на арске забавы и суна и лепши а так делай можно степучили можно убивать в попраде можно убивать и в кощицах наверное знаете в курсе что такое выходняр и как они любят веселиться и так дальше то есть западняр не говорится обычно говорят братиславчане да вот когда с выхода человек то есть с востока говорят выходняри и у них есть свой тоже призвук возможно вы его слышали может можно еще не отличаете но со временем будете различать так то есть плюс минус так можем ходить по городу и объяснять рассказывать самому себе дальше давайте посмотрим что еще можно здесь посмотреть давайте поедем зоопарк я думаете я думаю вы знаете что хочется есть большой зоопарк тут нет настолько google карт но немножко что-то можно посмотреть например то есть это примерно территория этого зоопарка вот так он выглядит здесь конкретно находятся кони тоже самое конь а либо тассу поники и малы кони кони и так и так может быть в разных источниках то есть точнее точнее по смыслу как и псы может быть пси а может быть псы через и псилон писаться то же самое это зависит от нагрузки смысловой если это граф главный герой к это книги или мультфильма он приравниваться к мужскому живому если это просто конь то это множество на коне также в словаре вы можете найти такие варианты то есть мужское живой мужской неживой это это дальше тут видите уже более такое закрытое тут у нас кто козы сами сюда тусу козы колко и коз раз-два-три видим три козы например так то я не аки малей малички дом домчик или дом древеный наприклад да а если что это за звучит только что там подходит алибу сурикатум так Тут один сидит, тут другий сидит, а когда придете до зоо, вы увидите одного суриката или мангуста, который смотрит, чтобы ничего не летело. А верьте, что Словенское знание тем, что он имеет много дровцев, дровых птиц, то есть хищные птицы. А здесь, то есть окрай кошечек, когда вы увидите мапу, то есть здесь нет никакого дома или что-то чисто хора. Поэтому это такая полудивочина, то есть наполовину дикой территории. А тот точно смотрит, чтобы никто не летел, чтобы целая их родина была в безопасности. Они скрывают тут, скрывают и тут в другом доме. И это при них погодовное. Так же целое зоо я так-то уробное. Видите, что тут никакие стены или ничего не есть. Чистое, утворенное зоо. Потом зоо, то есть зоологическая загорада. Все, мыслим, что уже видите, средний род, точнее женский зоологическая загорада. Потом, тут я и динопарк. Можете уже боли, когда сте с кошечек. Можете видеть этот обход с облечением, или, сейчас вам покажем, динозавров. Тут, например, динозавр. Попишите его. Это великый зеленый динозавр. Что делает динозавр? Лежит на земле. Отдыхает, например. А, проявуйте себе фантазию. Посмотрите. Диплодокус. Также двойный носник. То-то можете себе не запомнить. Просто посмотрите. Так, если поедете до зоо, читайте. Видите? Читайте, читайте, читайте. Не запомните себе это. Не будете это видеть. Прочитайте себе это, а уж будете мать лучший поцвет. Потом видим этот динозавр, который заскрипал в лесе. Он имеет червеные листья или ничего. Можно выростки. Все слова, которые, возможно, вы знаете, скажите. Попробуйте описать, даже если сложно. А, так делай. То-е-что делай. Родинка. Кого можно ваши дети познают? Тих, кто динозаврусов. Ведя их назвать. Един, другий. Велкий, зеленый. Шпицату главу маю. То-есть такая узкая колкая голова. А веточина тихто динозаврусов это огромный динозаврус. Можна познать его из некоторых фильмов. Это написано. Дальше бы должно быть так. И аллосаврус. Звлажный яштер. Обчасти это славянские назвы. Судивные. Ясно. Либо, кстати, несу то славянские назвы, так же приклад может быть в червяки. То-есть, а с фильмами. То-есть название динозавров, название каких-то латинских имен, каких-то биологических определений, то же самое фильмов, сериалов может немножко отличаться от вашего представления. То-есть. 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 Официант. Так же правдеподобно там сада нечо найть. Можна. Не в ем. Особенно я сам там не был. Але так то неак прийти си пописавати. До дяльщего места пойдеме до манской бистрицы. Си мыслым, жисте уж почули о том том месте. Алебо ай там бивате? Не в ем. Так же зачи мы главным на месте. Главное на месте. Такисто, видимо тут разные домы. Колко ма по сходе, аку ма фарбу, колко ма океан, аку ма форму, аку ма тварь. Та будова, костол, дом, а так далее. Такисто, не забудайте, что раздел слов, дом а дом, где должен, где не должен, дом а дом. Так же, то тут будет нечо, так это, аку костол, синоним с должнем. Кид не даме там должень, так будет то обычайный дом. Так то. Окей, далее. Пойдем, если ту позреть, ма ма ме ту неаку вежу, на кторой су годины, не путаем слов со словом годинки, потому что годинки это маленькая, наручные часы, а тут со годины. Так же, ак не кто позна, аку савола, та то рештаврация, просим ми, можете написать, ак бивате там, а либо сте там боли. Так, потом, те же вьете, что садеет ту вечину, ту, где суте то станы, что са там предава, людьми напиште, а так дялей, пойдем и дялей, то су узкие улички, а либо узкие улицы, если еще не уверены с уменьшительными, спокойно, узкие улицы, на которых су аута. Аута су аке. И вот, зачем нам сравнение нужно? Смотрим. Наприклад, позорем, аси где-то две. Где-то две аута. О, несу подобное, давай, заберем, аси нечего. Трошку инакше. Но. Где-то две аута. Можем их сравнить. Компарацию уже мы знаем, попрактикуем ее давайте. Также мама первое ауто, а другое ауто. А либо ауто до ляво, ауто до ляво, ауто до право. А либо наляво, направо. То же самое. Первое ауто. Будем сразу говорить. Первое, другое. Е. АКЕ. Е. То есть маленькое. Если бы мы не видели эту вторую машину, мы просто бы описывали, да? Е малое, а либо не е велке, не е малое. Такое среднее. Е среднее. Можно так сказать тоже. Стряднее велке. Если мы со сравнением говорить, то оно уже меньшее. Потому что оно меньше. А то-то ауто е аке. То есть мы не сравним только одну машину, мы можем и вторую сказать. То есть мы уже говорим антонимы этих слов. Вече. Потом. Акума фарбу. Првое ауто. Мы смотрим. Светло. Стреборно. Фарбу. А либо ауто е светло-стреборно. Как вы думаете, почему? Ауто е светло-стреборно. Потому что слово ауто средний род. Тут мы обращаемся к слову фарба. Женский род. Поэтому стреборно фарбу. А если ауто средний, то и краска должна быть серая, серебристая. Машина серебристая. Мы не говорим серебристой. То есть один род должен быть. А вторая. Тмаво. Тоже. Тут легко. Тмаво стреборно. Ауто е. Тмаво стреборно. Потом. Че есть те, видимо? Ауто до лява е. Старще. Тоже можем написать. Старще. Ауто до права е. Новще. Не говорим новое еще, потому что новое у нас одна согласная. Мы не скажем тут новое еще. Новщее достаточно. Потом. Такое, чтобы. Драги, например, тоже возьмем. То есть, если не уверены, можете просто практиковаться. Драги. То есть авто может быть драги, а другое авто будет драгще. Или первое авто е. Лацнейщее. Смотрим. Второе просто, чтобы применить. Лацнейщее. А другое е. Драгще. Можем сразу иметь антонимы и сравнивать их. Драгще. И так дальше. Что-то из этого. Хорошо. Пойдем и делаем. Позрямо си по часу. По часу е пекне. Стромы сузелене. По цесте ходя авто. Тоже. Яздя можете сказать. Можете сказать. Иду авто. Ходя авто. Как хотите. Видим ту. Акоса волатен тип дому. Можна познать. Битовки. Наприклад. Панелак. Это дискутабильный. Чи это панелак. Панелак. Битовки. 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 Теж на главной намасте. Можем и есть. А сапоприхадзать трошку. Все мыслим. Вечна з вас есть Братиславы. Ушите ту боли. Альбо ако туриста. Альбо ако убиватель Братиславы. Так же. Можете се позрить на годины. Колкоя годин. Вспомнить себе время. Тераз е. Девять годин. Пять минут. Наприклад. Один из вариантов. Потом. По часу е пекне. Ясное. Светя слунко. Правдоподобно е лето. Пречу е лето. Либо видим ту пана. А пані. Ктори приходзаю. Ктори саприхадзаю по уліці. А. Су обличчене лягко. Пан ма няку ветровку. Легка куртка ветровка. Претоже. Правдоподобно е зима. Либо е тераз. Девять годин рано. А правдоподобно е трошку зима. Потом. Ещё два слова скажу вам. Чем отличается. Возможно, вы знаете. Возможно, не знаете. Пані. Пані. Подумайте минуту. Како равенство между этими двумя словами? Так. Пані. Это. Вот она. Госпожа. Одна. А пані. Это двое мужчин. То есть господа. Госпожа одна. Пані. Господа. Множественная. С должним. То есть один пан будет. Пан. Пані. Дальше. Видимо. Это разные доми. Доми мают разные фарби. Отличные фарби. Неподобные фарби. Как хотите. Что вспомните. Один дом, одна будова есть зеленая. Другая есть желтая. Третя есть белая. Или бледобелая. То есть белая и белая. Еще можно сказать. Бледоружая. Или бледобежая. Тут тяжко сказать. Далее. Тут есть вежа. Вежа есть высокая. Осталось 30 метров. Далее. Видимо тут вход. Тут есть двери. Двери есть гнеды. Велкие. Старые. Я тут ничего написано. Правдеподобно, это латинщина. Далее. Тут есть станки, домчики. Не знаю, что это. Домчики. Сы червены. А имеют шеду или белую шеду крышу. Идем далее. Видим стромы. Стромы. Су зеленые. Один стром есть зеленый. Стромы с зеленым. Аута са на парковисти. Аута са запаркованы. Одно аута идёт. Мы не скажем язди. Это ездит. А то есть оно едет, а мы не можем сказать это словом яздить. Иде. Пан теж иде. Ако ай ауто. Ауто иде, пан иде. Потом можете описать краски, цвета. Первое ауто е черное, другое ауто е теж черное, третий ауто е червеное, четвертое е модрое. Первое новое, другое новшее, третье найновшее, а четвертое е старое. Найстарше за штырех, например. Приклад. Идем и дялый. Пойдем и на дом Святого Мартина. Ак познате. Это дом Святого Мартина. Попиште. Ого. Сразу такие слова, как велкий, обровский может вам прийти в голову. Потом. Обровский, велький, красный может быть тоже. Старый, тут старый случайно. Старый, велкий, красный. Потом можете говорить и следующее. Велкий, вы можете сказать гигантицкий, например. Это уже для словарного запаса. Красный, веникаюцкий. Потом можете сказать старый, старого Эки, например. Это все синонимы уже идут. Также для синонимов хорошо зайти в словник СК. Вы хотите его описать. Вам нужно слово... Давайте возьмем большой, да, например. Выбираем здесь язык. Пишем большой. И почти еще синонимы пойдем. То есть можно посмотреть велький, сразу нажать. Я думаю, уже синонимы. Так. Надмерный, энормный, значный, немалый, незвыча, незвычный, гигантицкий, пожалуйста. Колоссальный, монументальный. Все это можно сказать. Дальше. Возьмем слово красный. Чаще всего это используется слово. Я хочу сказать надгерный, велкий, прекрасный. Тут что у нас еще дает? Чаро красный, диво красный, повабный, велколепый, надгерный и так дальше. Смотрите, сколько синонимов слова красный, которые вам близки, можете себе записать и использовать их. Это для расширения словарного запаса. Дальше. Идем по цесте. Почему по цесте? Потому что при позиции по, по ком, по чем, локал. Там был мост СМП написан. Тут есть модерные фотки. Все мыслим, кто из Братиславы. Можно уже посмотреть это видео, когда все это было сделано. Но моментально там есть стабильная, строителька, которая немного сгоршает взгляд. Но и так, за хвилку то укончает. А если мыслим, то укончает рыхло, потому что это главное место. А Братиславский град может выглядеть пекно. Уж до лета, если мыслим, то укончает. Потом тут есть лоди. На лоде есть. Что видим на лоде? На лоде есть столы. При столах есть, а либо есть столичка, а есть столички. Так же, противоподобно, это некая реставрация. А если вы ходили на лоде, плавали, напишите. Делай. Тут видимы, выполняю ровнакий образок. Те же. И тут веля седачек, седадел, а либо столичек, которые уместны на ком, на чем опять. На лоде или на лоде. На ком, на чем вам спасает. Потому что на, вы задаете вопрос, на ком, на чем. Это самая частая ошибка в локале. Что я слышал, постоянно путается локал. Как это запомнить? Смотрите. На ком, на чем, если у вас твердый консонант, женский род. Жене, мы только здесь э скажем. Все остальные мягкие консонанты будут с буквой и. На ком, на чем, на лоде постоянно будет. То есть, это то же самое, что вы посмотрите датив. То же самое. Женский род, пэкней. Женя станет с иместностью лоде. Абсолютно копируется датив. Единственное женского рода. С локалом. Абсолютная копия. То есть, если у вас вопрос, кому, чему, или на ком, на чем, о кому, чем. Локалдатив. Вы знаете, что только жене или твердый консонант будет с окончанием е. Единственное число. Все остальное будет с окончанием и. Так. Дялей. Ако са волата, то лодь. Вола са, грация. Например. Алибо лодь са вола. Грация. Что видимо делай? Тут в Братиславе, ясно, это наилепшее место при глядке. Тут наилепо увидите. Видимо тут. Что тут видимо? Видим тут неякую будову, которая са вола паркин. Тут видимо неяк автобусы, авто. Что тут есть? Чакаю. Тут в том-то месте, на том-то месте. Людя чакаю на начо. И тоже можете посмотреть. Чо это то? А начо с очака в том-то месте. Это заставка. А слово остановиться, заставиться. На которой за застави няка электричка. А то, ако сей мыслите, что будет. Тут буду автобусы. Что видите? Автобусовая заставка. Не останется. Не путайте слово. Станется и заставка. Потому что станется это вокзал. Спросите у словака, где автобусово останется, находясь вот где-то вот здесь, например, да? Он вам не покажет вот это место? Он покажет, ну, хотя бы вот здесь под мостом. Я думаю, здесь вторая остановка вокзала. То есть туда пойдете и будете там ждать свой автобус на Нивы, например, да? А он поедет отсюда. То есть не путайте слово заставка и станется. Далее. Идем по цесте. Ако всегда, стало ей лето. Тут же можете выбрать те же разные, разные роки. Моментальный мамы рок-22. Август. Мы можем себе позвать, ако было рок предтим, або два роки, три роки предтим. Видим, я же трошку со сменила Братислава. Стали со лепши цесты. А так делай. И так дальше продолжайте смотреть на город по-новому со словацким языком. Видим эту червеную электричку. Электричка и велка, а черные окна. А у то те же червеные. А тут авто є бронзово. О, хнеде, някаке таке. Тут же пан, который цестует на моторке. Ано. Тут же преход. Обиватели Братиславы, алибо туристы, которые начинают пройти через преход. Тут же колобежки. Колобежки же черно-зеленые. А так делай. Видим эту стромы, видим эту люди, видим эту авто. Максимально старайтесь использовать язык. Электричка число 1. Либо электричка ма число 1. И так, и так можно сказать. Потом. Тут же находится в Словенской народной галерии. Что может быть в этой народной галерии? А си няки образы. Не образки. Имейте в виду образы, это картины, образки, это картинки. Идем и делай на... Позрец, и на... На чо? В Словенске народное дивадло. Акое дивадло. Где сана хадза? Видите, поровнать сняку инал будову. Например, с тоуту будову. Которое лепше. Которое краще. И так дальше. Попробуйте посмотреть на это с этой стороны на словацкий язык. И еще больше вы будете вникать. Не оставляйте мозгу шанс отдыхать от словацкого языка. Чем быстрее вы будете использовать всем возможные варианты обучения, тем быстрее вы его выучите. Открываете любую карту, если вы не хотите никуда идти, открываете карту и гуляете просто. По настоящим улицам, настоящей страны, можете поехать в другую страну спокойно. То есть удобно отсюда очень путешествовать. Вы выбрали любую страну и полетели. Хоть в Вену слетайте. Она побольше. По-немецки, знаете, немецкий можете использовать, но идеально словацкий. И описывайте все, что видите. Так? Так. Ваши предложения каких-то городов, возможно, каких-то тем, можете написать в комментариях. Или на канале в Телеграме. Также не забудьте подписаться на канал. А на Днеско то будет шетко. Агойте май теса. А увидимся на будущее.